Милка лежит на подоконнике, а на трубе сидит голубь. Тоже никуда не собирается. Молодец, молодец. В дрессуре поддаешься. Всех подозреваешь, потом один отпадает, другой отпадает, третий отпадает. Ой, ням-нямочка моя, ой, моя вкусняшечка любимая. Сказать, сколько вот это стоит и за сколько я это в конце концов приобрела. Всем доброе утро, девочки мои. Я уже полтора часа как проснулась, Милки нигде нет. Я уже успела комментарии почитать, ну, позаглядывала вроде куда-то. Нигде ее я не вижу. Так, тут у нас шарик за батареей нет. О, голос подала. Вот она, Милочка. Я только сказала, Милка, она услышала свое имя и вылезла. Где ты была? Я тебя искала. Везде искала, позаглядывала, только за диван не заглядывала. Ты, наверное, за диваном спала. Мне надо в магазин сходить. Я тебе уже покушать решила дать. А тебя что-то нету. Пойдем кушать, Мила. Я заметила, она целый день спит. Ровно в 12 ночи у нее вдруг бодрость какая-то просыпается. И она начинает прыгать, бегать, скакать. Короче, носится по комнате и не дает мне спать. Ну, правда, она бегает часа 2-3. Потом она что-то успокоилась, уснула. И вот она сейчас спала до 10 часов. Только я произнесла ее имя, она вылезла откуда-то. Все. И сразу прям к любимому завтраку. Вышла я девочке из дома. Решила прогуляться в магазин. Два дня мы бездельничали с Милочкой. Ничего не снимали, ничего не делали. Жарко, конечно. Поэтому кошка, наверное, целый день спит. А вечером, когда уже становится попрохладнее, она уже начинает бегать и радоваться жизни. Вот. В общем, короче говоря, я отдохнула. Выспалась сегодня. Все хорошо. Сейчас иду. Ой, сколько пуха уже. Ой-ой-ой. Видите, сколько пуха. Смотрите, лежит. Все. Фу, летит уже прямо караул. Два дня не выходила из дома. Уже пух. Полетел на всю катушку. Ну, теперь тоже от него прятаться надо будет. В общем, решила прогуляться до магазинчика. Купить там что-нибудь. Еды. И фруктов хочется. Может, клубничку куплю на обратном пути. Жара уже с утра. Уже все. 10 утра уже, 28 градусов. И в комнате, и на улице. Приду, наверное, сразу включу сплит. Будем мы под сплитом балдеть. Смотрите, как будто снег идет. Это еще ветра нет. Сейчас ветерок чуть-чуть дунет. И будет уже вообще как снег. И сразу надо будет вспоминать, что нужно маску одевать. Хотя в глаза лезет тоже очень сильно это дело. Вон сколько пуха тут уже. Кошмар. Но у меня просто дерево, которое напротив окна, оно находится как бы в тенистом месте. Поэтому там еще пока не созрели вот эти вот гроздья. Вот как на этом дереве, я смотрю, уже висят. Так, ну ладно, все. Идем, короче, в магазинчик по-быстрому. И домой. Все, я привязала. Тут резиночка. И Милка уже прямо у нее такой возникает интерес. Без к этому делу. Пойдем, Милочка. Это тебе дразнилочка. Чтобы ты жирок свой раструсила. А то ты целыми днями спишь. Ешь и спишь. Ешь и спишь. Так, схватила. Так. Оп. А она на резиночке. Прыг-скок. Прыг-скок. А Милке нравится такое занятие. Смотри. Какая мышечка тебе. Ой, занятие такое. Ну, играйся, играйся. Я пока поснимаю дальше. Давай. Сама. Все. Положила я. Пусть она пока изучит это дело. О, схватила, потащила. И палочка следом потащилась. То есть, Милка, далеко не унесешь. А то я уже и коробочку достала, и то достала. И, в общем, не знаю, чем развлечь ребенка. Вот это то, что нужно прямо. Даже денег не жалко. Лишь бы ей было интересно, чем заняться. Тут на коробке даже кошечка нарисована. На Милочку чем-то похоже. Ну, все. Вон она играется уже. Ну, здорово. Так, девочки. Ну, покажу вам, что в ларьке купила. Я купила вот это масло. Это масло с запахом. Вот для салатиков хорошо. Ну, вот я его люблю иногда. Салатик с таким пахучим запахом. Огурчики вот такие взяла я по 100 рублей. Уже по 100 рублей. Ну, хорошенькие. Свеженькие, с огорода прям. Так, редиска по 70 рублей у нас высовая. А вот такие помидоры я опять взяла. Розовый помидор, как в прошлый раз. Только тогда он 200 стоил. Сейчас уже 150. Ну, и взяла немножко зелени. В общем, зелени я не спросила, почем. И, кстати, масло тоже я не спросила, почем. Но мне не важно, почем. Потому что выбора как бы и нету. Но мне нужно именно то, что я вот это вот взяла. Так, ну, а что я взяла в пятерочке? Я взяла тан. Вы, наверное, уже догадываетесь, да? Что я взяла редиску, тан, зелень. Для чего это правильно? Окрошку хочу сделать. Так, салфеточки я беру обычно такие. Красная цена. Беленькие. Взяла чебекинские, потому что захотелось светлые макароны. Те макароны, которые я варила, последний раз они какие-то серенькие. Хотя на вкус нормальные, но серенькие, что-то мне не очень. Сезонное яблоко. Сезонное, не сезонная груша, это желтая груша. Но она еще пока не пожелтела, чуть-чуть полежит. Как раз будет уже совсем желтая, сочная. Нектарины по акции. Вязанка. Это я взяла докторскую для окрошки. Ну, как всегда, молоко полтора процентное берут такое, оно долгое хранится. Вот это вот я взяла компотик. Не компотик, а сок. Яблоко, груша больше всего мне нравится. Компот не хочу варить, потому что я варю его обычно много. И оно остается, ну, как бы, каждый день я очень хочется. Но взяла себе вкусняшки. Это вишневое. Вишневое. Мы, которое с сестрой тогда ели. Мне нравится вот это пирожное. Оно такое, не очень вредное. Мне кажется, там белок. Немножечко вот эта вот корзиночка песочная. И вишня прямо натуральная. Настоящая вишня. Так, любимую булочку взяла. И вот этот вот барьер скоро уже надо будет поменять. Мне фильтр. Фильтр я вот такой использую. Воду сначала фильтрую, потом уже кипячу и употребую. Ну, вот так вот. Все, что набрала. Что я вижу? Обалденная картина. Милка лежит на подоконнике. На трубе сидит голубь. Тоже никуда не собирается. И они смотрят, посматривают друг на друга. Ну, походу, они оба спят. Ну, так спят или пытаются спать. Обалдеть! Вот это дружба. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Потом обдрыхнет целыми днями, бока наедает. А потом дочка приезжает, говорит, что-то она поправилась. Потому что лентяйка у меня она тут. Никто ее не гоняет. Ну, прыгай давай. Прыгай, а то ты обленелась уже, кошек. Оп-оп. О! Молодец! Молодец! В дрессуре поддаешься. Оп! Понравилась эта штучка ей на резиночке. Ой, она еще звуки какие-то там издает. Что-то внутри есть. Все. Немало, молодец! Ну что, девочки, решила я сделать окрошку. Пока у меня там варится картошка и яйца, я беру редиску и огурчики. Пока я их порежу. Колбаску потом еще могу порезать. И пока, как раз к этому моменту, уже к концу сварится у меня картошка с яйцами. Я делаю все в одинаковых пропорциях. Яйца, картошка, огурцы, редиска, колбаса. Зелень, зеленый лук. И все. Потом это все перемешиваю. И в тарелки уже я заливаю там. И кладу сметану. Ну, я уже показывала, как я делаю окрошку. А окрошку сейчас буду делать в большую кастрюлю. Потому что это такое блюдо, которое можно... Его есть и утром, и днем, и вечером. И вместо обеда, и вместо ужина, и завтрака. В общем, считайте, что это салатик, в то же время жиденький. Сейчас у нас очень сильная жара, девчата. С утра прям начинается. Поэтому я сейчас уже на грани того, чтобы включить сплит. Честно говоря. Прям оттягиваю до последнего сплит этот включать. Но сейчас у меня пока это будет вариться, мне сейчас станет еще больше температура. Для меня комфортно 25-26. Если уже выше 26, уже не комфортно, уже жарко. А сейчас у меня 28. Ну, 29 это просто у меня уже все. Мне уже нехорошо становится. Милочка тут вокруг меня ходит, девочка, да? Кошечка. Ты не ешь вот эти вот овощи, Милка. Так что, она, конечно, любопытствует, что это я тут такое делаю. Режу все кубичками. В общем, любыми, какими нравятся кубичками. Кто любит окрошку, девчата, скажите? Мила, что ты тут? Чего ты тут прыгаешь, пугаешься чего-то? Чего ты пугаешься, Милка? Нечего тут бояться. Кроме нас с тобой здесь никого нет. Не любишь, когда тут чужие, да? Никого нет. Мы с тобой вдвоем. К Насте сегодня бабушка приехала. Поэтому Настя сегодня с бабушкой, со второй бабушкой. Вот так что мы, Мила, с тобой сегодня опять отдыхаем, сачкуем. В общем, приготовим покушать. И сейчас опять что-нибудь дожим смотреть. Я уже посмотрела своих любимых блогеров. Ну, вообще, дочкины влоги люблю смотреть. Они меня, честно говоря, вдохновляют. И люблю смотреть еще Алекса Брежнева, если кто не знает. Мне нравится. Как мужик не унывает, честно говоря, живя за рубежом. Ему там все не нравится. Но прикольный он, во-первых, человек. Сам по себе такой интересный. Я уже два года наблюдаю за его жизнью. Мне нравится, что он, тем не менее, не унывает. Он с чувством юмора, самоирония у него есть. Я люблю таких людей. В общем, весело снимает он свои влоги. Не нудно смотреть. Я люблю за ним наблюдать. В общем, короче говоря, девочки, потихоньку, не торопясь, все это нарезаю. Пока смотрю приключения принца Флоризеля по телевизору. Но этот фильм смотрела уже не знаю сколько раз. Я его знаю наизусть. Но мне нравится, конечно, Олег Даль. Мне нравится Любовь Полищук. Многие артисты тут интересные есть. Но, может быть, я сейчас что-нибудь посмотрю по ютубу. Найду какой-нибудь сериальчик детективный. Люблю детективчики смотреть. Люблю, когда есть расследование, интрига. Когда подозреваешь там всех подряд. И думаешь, кто же в конце концов виновник, преступник этот вот. И в конце концов, когда оказывается совершенно неожиданный персонаж. Всех подозреваешь. Потом один отпадает, другой отпадает, третий отпадает. В общем, когда есть интрига. Когда есть игра актеров хорошая. Интересные актеры. Когда за актером понаблюдать, интересно. Вот такие меня видео обычно захватывают. И смотрю я с удовольствием. Сейчас по телевизору у нас... Вчера я досмотрела уже сериал «Случайное фото». Мне понравился сериал. Мне понравился сериал. Тоже такой вот, ну, детектив. Ну, и в то же время с нотками там драматическими есть. Но очень интересный, захватывающий. Кто не смотрел, посмотрите. На ютубе есть он, можно посмотреть. Вчера закончился он. Сегодня надо что-нибудь найти новенькое себе, интересненькое посмотреть. На улицу в жару такой выходить не хочется. Тем более, я сейчас еще полетел пух. Поэтому без надобности на улицу я не пойду. Если только зачем-то нужно, вот, затем я и выйду. Но я поэтому с утра пораньше, пока не очень сильно было жарко, сходила я в магазин. Купила необходимые мне продукты. И сейчас спокойно буду сидеть дома, смотреть сериалы с Милочкой, балдеть. И сейчас включу еще сплит. И будет мне вообще просто классно, шоколадно. У нас сегодня третий выходной получается. А что у нас завтра? А, завтра у нас стрижка. Ну, в принципе, не у нас, а у меня стрижка. Так что на стрижку, ну, я записалась с утра пораньше, к 10 часам. Поэтому на стрижку надо будет смотаться. И потом уже опять буду сидеть я дома. Люблю, честно говоря, девочки выходные. Когда не нужно никуда бежать. Когда не дергаешься, что кто-то тебя может куда-то позвать. Там срочно что-то, чего-то. Особенно, когда куча дел наваливается. И невзирая на погоду, непогоду, состояние, несостояние. Когда вот это набегаешься. Я, правда, последнее время так устала, что я просто думаю, возьму себе, сделаю выходной. И на следующий день, когда я проснулась, я поняла, что одного выходного мне уже мало. Мне надо два. И вот поэтому два дня мы отдыхали с Милочкой тут. И только сегодня я проснулась, уже почувствовала себя отдохнувшей. Так что мне лишний отдых не повредит. Я все равно сейчас никаких домашних дел делать не могу. Потому что, когда Милочку уже заберет дочка, только тогда я уже сделаю уборку, как обычно. Надо будет все пропылесосить. Везде пропылесосить, там где шерсть, не шерсть. Постельное белье поменять, пыль везде повытирать, чтобы уже здесь у меня была чистота и свежий воздух. Для меня это важно. А сейчас убирать бессмысленно. Потому что сейчас то же самое будет... Завтра будет то же самое, что и до уборки, в общем. Так, ну все, девочки, продолжаю резать. Вернусь попозже к вам. Все, девочки, окрошечка моя готова. Моя красотулечка пахнет. Кто-то может сказать, что это многое сделала. Но на завтрак, обед и ужин с удовольствием буду есть. И как салатик, и все. Посолила вот такой вкусной солью. Ну, я обычно не досаливаю. Досаливаю в тарелки. И все, девочки, больше ничего я сюда не наливаю. Сметана и танк, это все именно в тарелочку нужно будет. Потому что, если сейчас все это залить, оно будет быстро киснуть. А так оно может дольше поставить в холодильничке. Все, будем скоро есть. Ну все, я положила себе окрошечки, ложечку сметаны. И танчика налью сейчас. И будем кушать, будем пробовать это дело. Вот так. Мила, не лезь сюда. Не шатай мне стойку. Что ты в пизде? В пизде ты, милочка. Ты везде. Кошки окрошку не едят. Не суй сюда свой носик. Все, садимся есть. Ой, ням-нямочка моя. Ой, моя вкусняшечка любимая. Люблю окрошку. Люблю ее прям холодненькую покушать. В такую жару. Так. Ммм. Мереть не встать просто. Люблю зелени побольше. Делала как для себя. Гостей не жду, поэтому буду есть прям как я люблю. Побольше зелени и всего побольше. И всего побольше сказала, да? Ммм. Во. Вообще, когда я за ней соскучусь, я обычно, знаете, тарелку съем, потом через какое-то время еще тарелку хочется съесть. Я не могу прям насытиться. Первый день я ее ем прямо. Ну, целый день я другую еду не хочу, хотя у меня полно другой всякой еды. Хочу окрошку. В общем, буду сейчас наслаждаться девочке радостью такой. На полдник, девочки, решила я клубничку поесть. Такая вкусная, сладенькая, прелесть. Очень вкусная, прям сладкая. Нашла какой-то фильм в интернете, 99 домов называется. Ну, вот смотрю, вроде так круто закручен сюжет. Ну что, я вышла, девочки, на улицу опять. Второй раз за сегодня. Мы так с Милкой на перегонки. Она не выпускает меня. Хочет выбежать за дверь. А я, а я не разрешаю выходить ей за дверь. В общем, короче, кто вперед, кто вперед. И вот прям вот я вышмыгиваю за дверь, хотя ее отталкиваю и ругаю, чтобы она за дверь не выскакивала. Боюсь, чтобы она не убежала, потому что у меня есть, есть куда бежать, если что-то. Фух. Вот солнышко сейчас чуть-чуть подсело, и уже так ничего. Неплохо, неплохо. В общем, я выскользнула. Выскользнула за дверь. Дверь закрыла буквально перед ее носом. Так она ровит выбежать, убежать. Что-то ее прям так тянет все время за дверь. Что-то хочет, наверное, узнать неизведанное. Она же выросла в квартире, в общем-то. Не знает, что там за пределами домашняя кошка. Ну, а сейчас вот я иду по тихой улочке. Иду за заказиком фаберлик. Может быть, сегодня покажу вам этот фаберлик. А может быть... Ну, посмотрим. А может быть, следующее видео посмотрим. Все, девочки, забрала я заказик. Иду обратно. Я вам, по-моему, не сказала. Да, фильм, который я смотрела, «99 домов» называется, американский. Ну, это как бы триллер, по-моему. И он такой немного психологический. Ну, один раз посмотреть можно. Ну, немножко такой тяжеловатый чуть-чуть фильм. Я вообще люблю отдыхать под фильмы более-менее полегче. Вот. Ой, иду сейчас так хорошо. Ветра нету. И солнышко немножечко спряталось. Здесь как бы душновато, но не жарко прям. Я специально дождалась вечера, чтобы днем по солнцу, по жаре не идти. В общем, иду. Прогуливаюсь. Свежим воздухом дышу. Витамины кушаю. Кстати говоря, сейчас шла мимо палатки. Смотрю, клубники прям много продают. По 160 рублей. Пошла через дорогу. Еще там палатка. Даже несколько там палаток стоит. 160-180 клубника. Но она так помельче немного. Но тоже белореченская. В общем, ну, там написано, может быть, они неправду пишут, белореченская. Ну, вот видите, когда есть конкуренция, и клубника подешевле. А у меня возле дома одна палатка, вернее, не палатка, а ларек стоит. Конкуренции нету. Все 250. Ну, правда, сладкая, отборная, классная. В общем, видите, я так просто далеко не хожу. Специально за клубникой не хожу. Да я и взяла-то ее совсем чуть-чуть так. Немножечко перекусить, побаловать себя. Черешня возле дома. 360 рублей килограмм. Но я почему-то ее не взяла. А вот здесь я посмотрела. Она мне просто с виду не понравилась. Я даже на цену не глянула, сколько бы она ни стоила. Я ее брать не захотела, в общем. Ну, все, иду домой. И буду что-нибудь еще дальше смотреть. Ну что, девочки, давайте посмотрим, что же я там заказала. Фаберлик на этот раз. Заказала средство. Крем-гель для душа, увлажняющий, нежное прикосновение с кокосовым молочком и молочными протеинами. И из этой же серии также заказала крем-мыло для рук. Также увлажняющие, нежное прикосновение. В общем, то же самое. Иногда я заказываю из одной серии по два средства. И еще вы меня иногда спрашиваете о цене. Какие цены? Почему я не озвучиваю цены? Сейчас я вам хочу сказать, сколько вот это стоит и за сколько я это в конце концов приобрела. Это вот на примере вот этих двух средств. Ну вот возьмем мы каталог. Вот если открыть каталог, то на каждой страничке имеется, помимо того, что есть основная цена. Вот возьмем, допустим, вот этот крем. Основная цена 200 рублей. По акции идет 149 рублей. И вот еще одна акция. Это 119 рублей, если вы берете любые два продукта. И вот еще одна цена. То есть получается первая цена, вторая цена, третья цена. И если вы берете два любых продукта на этой странице, то у вас получается вот эта вот третья цена. Поэтому я беру, чтобы, конечно, было дешевле. Все равно пригодится все. Я взяла гель для душа и взяла вот этот вот мыло для рук. Но помимо этих цен, еще есть цена, которая идет уже индивидуальная скидка. Это уже у каждого она индивидуально идет. Поэтому крем-гель для душа у меня получился за 87 рублей. Это вот этот. Вот эта цена уменьшилась. И 95 рублей у меня получилась стоимость мыла. Вот. Поэтому, если кого интересуют цены, почему я не говорю цены, вы мне тогда подскажите, какая именно цена вас интересует. Первая цена, вторая цена. Я все цены перечислять не могу, потому что это будет очень долго. Ну или конечная цена, которая выходит уже у меня в чеке. Вот. Я всегда оставляю девочке ссылочку на Фаберлик. Вы можете зайти на сайт, посмотреть, какая акция есть, какие там цены. И в любом случае, если какое-то средство вас интересует, вы можете это все увидеть на сайте. Также можете увидеть там каталог. Можете смотреть отдельные средства, выбирать по списку. Или можете просто там полистать каталог. Также на сайте есть каталог. Ну что, давайте посмотрим дальше. Я взяла мыло для кухни, устраняющее запахи, нежное алое. Мне нравится запах алое. Но, в принципе, я беру такое мыло. Оно и для посуды, и для кухни. Запахи удаляет от рыбы, от всего, что может быть неприятно пахнет. И даже тряпку можно помыть, вот эту губку можно помыть, вот этим мылом. Мне нравится. Но я беру иногда разные запахи. Но вот на этот раз я взяла такой. Есть ампульные концентраты. Я беру их разные, но вот почаще всего все-таки беру для возрастных волос и для окрашенных блондированных волос. Я их добавляю в краску для волос. И, в общем, этим пользуюсь. Ампульный концентратик, он такой вот. Одну ампулу на одно окрашивание. Пользуюсь я, девочки, кремом Реноваж. У меня целая серия Реноваж. Вот это я взяла дневной крем Архитектор. Но также у меня есть и ночной крем, и маска, и крем для век, для шеи, декольте и тоник. В общем, все из этой серии. Это 50+. Это для моего возраста подходит. И мне нравится, как он пахнет. Консистенция крема очень хорошая. Вот еще я взяла два средства. Тоже по акции. Два берешь, дешевле получается. Мне захотелось попробовать очищающий гаммаж для лица. Это все кислород. Кислородом мне нравится пользоваться. Кислородное дыхание. Ну и вторым я средством взяла вот это вот для снятия макияжа. Влажные салфетки. Я их вам уже показывала. Они у меня закончились. Я взяла новенькие. А вот из нового я взяла биоосвежитель воздуха на мягкой воде. Биоформула ароматерапия. Акватический. Ну, в общем-то, мне захотелось попробовать освежитель воздуха. Я думаю, что здесь он должен быть не сильный, потому что сильные освежители я не люблю. А этот, я надеюсь, будет такой легкий запах. Вот такой он влажненький, водичка. И вот такой запах очень такой, знаете, приятный. Знаете, как свежего белья. Ой, мне нравится. Это прямо хорошенький такой запах. Еще я взяла вот это средство, девочки. Я его брала уже. Водный спрей для разглаживания белья. Очень он бывает кстати. Когда нужно небольшие складочки, быстренько побрызгать и уже куда-то выходить. Разглаживает белье хорошо. Если оно, конечно, не очень сильно смято. А если небольшие складки, то вот этот спрей помогает. Гель для интимной гигиены с афродизиаками для чувствительной кожи. Я уже брала, им пользуюсь уже давно. И очень мне нравится. Вот это вот такое средство хорошенькое. И вот повторно я взяла гель очищающий для туалета. Этот гель 7 в 1. Он идет с индикатором. Индикатор цвета. То есть вы, когда его наливаете, он зелененького цвета. Потом он становится синим цветом. Ну и запах нормальный, морская свежесть. Здесь написано инновационные технологии изменения цвета. Обеспечивает полный контроль за удалением загрязнений. Ну и удаляет разного рода загрязнений целый список тут. И вот он новенький каталог на следующий период с 14 июня по 4 июля. Тоже куча, куча, очень много всяких разных скидочек. В разных каталогах скидки меняются. Если, допустим, в прошлом каталоге здесь была одна скидка, может быть, не было, например, да. Сейчас она может быть другой. Скидки 45%, там 50% или еще сколько-то процентов. То есть все время в разный каталожный период цены постоянно меняются, акции постоянно меняются. Поэтому говорить какую-то определенную цену, в общем-то, я не вижу смысла абсолютно. Потому что цена актуальная, как говорится, здесь и сейчас, на данный момент, на данный каталог. Кого заинтересовали какие-то средства, можете, девочки, проходить по ссылочке. Ссылочку оставлю в описании. Заходите, смотрите, очень много чего интересного есть. И очень много разных скидочек и акций. Ну вот и все, мои хорошие. Я вам все показала, все свои обновочки показала. И на этом видео я хочу закончить. А завтра будет следующий день и будут новые дела. Стрижка меня еще ожидает. Но я на этом хочу видео свое закончить. Девочки, кому видео понравилось, ставьте лайк. Все как всегда. Ставьте колокольчик, пишите комментарии. На комментарии я отвечаю с удовольствием. Задавайте вопросы, буду на них тоже отвечать. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok